Девушки отдыхают Придется спросить вас, первый министр Кого же вы хотите? Чанчжоу важная крепость Все эти годы мы поддерживали стражей, что охраняют ее Я хочу их Вы желаете забрать это войско? Не совсем Я издам указ о переводе войска Чанчжоу Они будут направлены под командование Ли Минаня Ваше Величество Первый министр Чанчжоу расположен далеко от столицы А путь к нему долг и тяжел Это лишь временное решение Если вам нужны солдаты, вы можете набрать ополчение В самом Чанчжоу Война неизбежна Мне нужны люди Прямо сейчас Первый министр Вы предлагаете мне набрать обычных жителей из столицы, чтобы усилить войска? Столичный лагерь все еще в процессе переформирования Боюсь, сейчас не время перебрасывать его куда-либо Решение за военным министерством Когда они прибудут в Чанчжоу, правитель Ли натренирует их Это гораздо интереснее состязаний Я прав? Помощник Ду Военное дело Важный вопрос Вы не обсудили его с министрами Не сообщили о нем заранее Как можно принимать решение Настолько опрометчиво Как ваш верный подданный И первый министр страны Я вынужден отклонить этот указ Слушать меня Если не хотите расстаться С семьями и подохнуть на чужбине Следуйте За мной Мы подчиняемся вам, генерал Так значит, я Не могу получить их Я лишь надеюсь, что мы можем подождать С исполнением данного указа И спокойно обсудить Все после возвращения Необходимо спросить мнение министров К тому же нужно получить разрешение Командира сего войска Согласятся министры или нет Мы узнаем в будущем Разрешение командира Мы можем получить прямо сейчас Да, будет так Прошу Управитель Ли Правда вернулся? Да Он прибыл в резиденцию Не увидевшись с другими министрами? Да Мой отец Велел сказать вам об этом Я понял А ваш отец Все такой же Упрямец Если бы не вернулся Ли Минань Я бы не понял, что происходит Между вами и наследным принцем Мне кажется Все весьма смутно Император еще Может передумать Позвольте мне поразмыслить Я поговорю С вашим отцом Господин Лу Я Покину столицу с управителем Ли Покинете столицу А как же наследный принц? Моя семья Более важна Тогда ладно Госпожа Лу Вынужден попросить вас Об услуге Прежде чем вы Покинете столицу Вы позволите? Говорите, не скрываясь Прошу вас Передайте это владельцу Это не сложно Я передам Это важное дело Вы должны отдать это сами Вручить лично в руки Боюсь, если он Потеряет это То будет жалеть всю жизнь Верно Только я не знаю Кто хозяин этой вещицы Господин Господин К вам посетитель Я оставил свой пост Пусть уходит Но он Ладно Я увижусь с ним Сиэр У меня встреча С важным человеком Подожди немного Хорошо Подай мне коня Генерал Будьте осторожны Чушь собачья Живее Есть Лишь достойный Получит награду Будь то люди Или вещи Чего ждете, наследный принц? Вам давно пора на поле Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Девушки следует... Девушки следует... Ваше Высочество Говорят В лагере беспорядок Те люди Вчера пропали Слышал. Говорят, что генерал Люй так же толст, как эта лошадь. Доспехи расходятся. Я, как и он, желаю некоторых людей. Нужно спросить мнение министров и получить разрешение командира сего войска. Разрешение командира можно получить сейчас. Носить доспехи перед императором без разрешения? Император. Что он творит? Стоять! Стоять! Остановите его! Стража! Лук! Ваше Высочество! Опустите лук и спешьтесь! Ваше Высочество! Целится в императора преступления! Преступление! Защищаете несмотря ни на что! У вас нет такого человека? Есть. И даже не один. Ваше Высочество! Ваше Высочество! Остановите Люйханя! Он в доспехах перед императором! Взять его! Есть! Что делаете? Чего вы хотите? Князь! Не двигайтесь! Снять одежду! Проверьте их всех! Мятеж? Ваше Высочество! Принц! Ваше Высочество! Поднимайтесь! Ваше Высочество! Ты ранен? Вы в порядке? Ваше Высочество! Это... Вещь? Не вините меня! Я лишь восхищаюсь Вашей каллиграфией! Собственно, поэтому я и осмелился её воспроизвести! Пятый князь! Пятый князь! Я поступил против правил! Надеюсь, Вы простите... Моё невежество! Не стоит, князь! К чему нам эти... церемонии? Вы должны знать... Сейчас я... вижу у Вас чиновника из Министерства церемоний! Могу ли я... отныне стать... вашим учеником? Учитель! Не стоит! Пятый князь! Не говорите так! Много лет Вы были добры ко мне! Я Вам очень благодарен! Господин Лу... Только... Я уже стар! И давно отложил кисть! Боюсь, я подведу Вас! Если желаете научиться каллиграфии, то попросите Императора найти для Вас хорошего! Учителя! Похоже, я не достоин зваться... вашим учеником. Я не хотел Вас обидеть. Я буду усердно учиться. Я еще приду... увидеться с Вами. Я Вас... покину. Пятый князь! Не спешите с отказом, господин Лу. Если откажете сейчас... я буду очень печалиться. Боюсь, что я даже не смогу... спать по ночам. Пятый князь! Я не это хотел сказать. Я лишь хотел задать Вам вопрос. В прошлый раз Вы... ездили на состязания, верно? Ездил. Почему не поехали на этот раз? Вы же знаете... что я здесь для равновесия. Его Величеству... вполне достаточно беспокойств за наследного принца и князя Ци. Я стал бы для них обузой. Что-то не так? Ох... Я всего лишь спросил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Император, на них есть доспехи, но отсутствует оружие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Люйхань... носить доспехи... перед императором без разрешения. Это преступление. Ты служил в армии столько лет. Неужели забыл об этом? Сегодня состязание. Отвечай, что ты задумал. Первый министр! Я только... Взять его! Я... Осмелишься ли ты... назвать императору... имя главного виновника? Ваше Величество! Я ничего не замышлял! Генерал Люй великолепно предсказывает грядущие события. Знаете ведь, зачем я позвал вас сюда? Вы неплохо говорите. Ваше Величество! Я... Ваше Величество! Они хорошо подготовились. Значит, они всё знали. Возможно, волнение. Нам... задержать их? Господин, если генерал Люй откажется, не заподозрит ли он чего? Лучше и быть не может. Господин... Он его генерал. Если тысячи людей в один миг восстанут против императора, в таком случае не найдётся ничего лучше его головы. Хорошо. Я... приведу их завтра. Так нужно нам... задействовать войско. Подожди. Ещё немного. Чего ждать? Скоро здесь будет Сража Императора. Ждать приказ генерала! Джун Куй, прикажи своим людям отойти. Ваше Величество! Невиновность Люй Хани ещё не доказана. Почему же? Я дал ему разрешение на ношение доспехов. Это временная мера. Если мой сын поранится, это будет сложно назвать добрыми вестями. Ваше Величество! Генерал Люй, войско Тянчан направится в Чанчжоу. Я позвал вас сюда, чтобы услышать ваше мнение. Вы можете отправиться в Чанчжоу. Или... служить в военном министерстве. Первый министр позаботится об этом. Ваше Величество! Мой сын ранил вас по незнанию. Надеюсь, вы его не вините. Ваше Величество! Я... Желаю служить в министерстве! Люй Хань! Ты! Ваше Величество! Он солдат! Не ему принимать такие решения! Нам следует обсудить! Это дело, когда вернёмся! У нас есть... победитель! Князь Ци! Заберите же награду! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Князь Ци! Ваше Величество! Император! Вы в порядке? Всё хорошо. Откройте. Князь Ци! 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 его войску одну милость, ты выдвинешь ему предложение, от которого невозможно отказаться. Заставим их сдаться без боя. Какую милость мы можем оказать? В этот раз наследник не должен победить. Что такое? Не нравится? Император, это... Не ты ли сказал, что тебе по нраву все мои дары? Слушайте мой указ. Мой старший сын, Сяо Дин Тан, смел и талантлив. Упорно трудясь, он продвинулся далеко вперед. Князь императорской семьи носит золотой пояс. Высочайшей милостью я жалую ему нефритовый. Подданный Сяо Дин Тан благодарит его величество. Первый министр, вам есть что сказать? Ваше величество, я переговорю с военным министерством о назначении для управителя Чанчжоу. Очень хорошо. Благодарю, первый министр. И ещё, генерал Люй. Надеюсь, до того, как управитель Ли покинет столицу, вы всеми силами поможете ему. Я слушаюсь! Минь Чен. Я же вчера с вами встретился с сестрицей. Молодой господин. Прошу, не обижайтесь. На случай, если я был, неправильно понят. Так вы бросали камень, чтобы прощупать почву? Я бросал камень, чтобы узнать о картине. Вы уже закончили её? Ещё нет. Я так нетерпелив. Прошу, позвольте взглянуть, как закончите. Иначе вы бы мне её не вернули. Так ведь? Конечно бы вернул. Если бы я так не сказал, то, боюсь, та наша встреча могла быть последней. Сейчас мы видимся уже во второй раз? Точно. Почему вы здесь? Если вам неудобно ответить, я попробую угадать. Вы служанка. Служанка у господина Лу, верно? Вы точно из семьи учёного. Вы здесь потому, что вашей семье больше некуда податься? Ваша каллиграфия меня весьма впечатлила. И мы вновь встретились. Я бы не хотел упускать возможность стать вашим другом. Отныне мы могли бы состязаться друг с другом в каллиграфии. Так у нас будет много поводов для встречи. Однако правила нерушимы. Человек, стоящий между нами, всё ещё не определён. Кто же он? Господин Лу? Или мой отец? После всех трудностей Вы говорите... Знаете, что я лишь опираюсь на байки, гуляющие среди простого люда. Как жаль. История всего лишь истории. Так ведь? Госпожа Лу. Молодой господин, как вы узнали? С вашими-то манерами, как вы можете быть служанкой? Даже будь вы ею, то явно из знатной семьи. В семье господина Лу нет незамужних девушек. Иначе я бы не зашёл через боковую дверь. Господин Лу ценит одиночество. Он нелюдим. Если девушке позволено разгуливать по его дому, то она должна быть из семьи его ученика, верно? Семьи ученика. Сейчас в столице. Цензор Лу и министр Джан. Полагаю, министр Джан и его сын не могут быть с вами знакомы. Покорнейше, прошу простить. Моё невежество, пятый князь. Откуда вам известно, кто я? Все, что я сказал, было правдой. В моих словах не было ни капли лжи. Мне и правда понравилась ваша каллиграфия. Могу ли я попросить вас написать мне такую же картину? Если вы не против. Прошу прощения, пятый князь. Я не так хороша, как вы думаете. Эту картину я повторить не смогу. Похоже, сон по ночам мне все же не грозит. Пятый князь? Я вас покину. Нужно увидеться с сестрами. Пятый князь. Вы знакомы со многими людьми в столице. Может, вы знаете... Спрашивайте. Кто такой Минчен? Вы не знаете? Похоже, что это второе имя. Я не знаю того, о ком вы, но знаю того, у кого это второе имя. Кто же это? Вы должны отдать это сами. Вручить лично в руки. Боюсь, если он потеряет это, то будет сожалеть всю оставшуюся жизнь. Смысл ожидания не в том, чтобы цепляться за воспоминания, но я... Прошу вас, дождитесь меня. Я субтитры Ваше Высочество, Ваше Высочество, Ваше Высочество, Его Величество передал, что помнит о вашей ране, поэтому Он великодушно соблаговолил оставить вам лошадь. Лошадь Императора, вот так награда. Его Величество сказал, что это не наша лошадь, она непокорна, и попросил вас быть осторожным. Я видела, как росла Сиэр. Она стала мне как дочь. Вы уверены, что это будет хорошо для неё? Дорогая, я уже сказал помощнику Ду, у меня есть свои мотивы. Вы видели, как она росла. Видел и я. Не стоит упоминать о том, сколько трудностей он пережил за эти годы. Однако я боюсь, что истинные тяготы ещё не наступили. Поэтому я надеюсь найти ему того, кто сумеет его понять. Остаться с ним рядом. Когда настанут тяжёлые времена, он переживёт их. Переживёт с честью. Тупица! Глупец! Да как на земле? Вообще может существовать такой дурак? Вы велели мне подготовиться. Я приказал отказаться. Отказаться самолично. Я не просил тебя действовать, словно ты полный идиот. Но вы ведь тоже видели. Видели командира Али. Он пришёл подготовленным. Если бы я так не поступил, меня могли бы серьёзно наказать. Вы... Вы действительно желали пожертвовать моей жизнью, чтобы... Чтобы просто угодить императору? Ты. Хорошо подготовленным. И то верно. Его Величество определённо всё знает. Радуйтесь безделушке. О чём вы говорите? Это бесценный пояс. Бесценный пояс? То, что я защищал вас десяток лет, вот что действительно не имеет никакой цены. Его Величество желает отобрать у меня военную власть. Ему легко сказать. Он отправил их под контроль гус и линия. Воистину, это ничего ему не стоило. Одним ударом двух зайцев. Почему я и подумать не мог, что Его Величеству придёт в голову такая мысль? Удови. Олиреи. Олимпляем. Олимпляем